МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжает эфир телеканал Россия Вести Ульяновск. В студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Фантастический праздник. Супергерои пришли в гости к маленьким пациентам, как в Ульяновске отметили День защиты детей. Сто мест для маленьких талантов. Новый детский сад открыли в Зазвияжском районе города. Паром памяти пришвартовался в Ульяновске, о чем расскажет уникальный водный музей. В Ульяновской области могут создать не менее пяти промышленных кластеров. Такие перспективы, а также вопросы взаимодействия предприятий с государством обсудили сегодня в Ульяновском наноцентре. Мы до приезда сюда почти полтора месяца проводили аналитику, анкетировали компанию. Мы уже видим, что в регионе может быть создано не менее пяти промышленных кластеров. Руководитель Российской ассоциации кластеров и технопарков обсудил с ульяновскими коллегами вопросы взаимодействия. Развитием этого направления в регионе с апреля занимается специально созданный центр компетенций. Среди основных задач – помощь в получении федеральных и региональных мер поддержки, развитие внутриобластной кооперации. Что нужно сделать для того, чтобы экономика стала менее подвержена таким внешним факторам воздействия, непредсказуемым факторам воздействия? Как сделать ее более устойчивой? Ну и как найти рецепт скорейшего восстановления экономики выхода на точку роста? Я уверен, что проекты, которые могут быть реализованы в рамках кластерных инициатив, в рамках индустриальных парков – это один из ответов на этот вопрос. В Ульяновской и Российской ассоциации кластеров и технопарков подписали соглашение о сотрудничестве. Федеральный центр готов оказывать региону поддержку в продвижении проектов, а предприятия смогут повысить эффективность производства и снизить издержки. День защиты детей сегодня отмечают во всем мире. Самый необычный праздник у маленьких пациентов ульяновских больниц. Их поздравили супергерои. Правда, постучали сказочные и фантастические персонажи не в двери палат, а в окна. Они спустились к ребятам на альпинистском снаряжении. Навяжем узел. Булинь. В Европе он почему-то запрещен, а мне он больше всех нравится. Он развязывается легко и завязывается легко. Самый симпатичный узел. Альпинисты готовятся шагнуть с крыши детской больницы в Заволжье. Каще Бессмертный, Человек-паук здесь, можно сказать, в одной связке. Летят поднять настроение ребят. Чтобы ваши сердца были наполнены радостью, здоровьем. Для звездочета или Бэтмена передвигаться в воздушном пространстве – дело привычное. Промышленные альпинисты ежегодно так поздравляют ребят с Новым годом. Но летние костюмы примерили впервые. Было неожиданно. Как-то даже приятно. Самому нас хотелось в жизни. Да, так же с каратных вещей спуститься с крыши. Они дарят тебе эмоции, ты даришь им. То есть мы надеемся, что это поможет им побыстрее выздороветь, как-то скрасить больничные будни. Наши сказочные герои однозначно улучшили им настроение, что, собственно говоря, способствует их выздоровлению. Сказочные персонажи и фантастические герои фильмов пришли в гости к ребятам в разные детские больницы города. Подарили яркие эмоции тем, кто этот праздник встречает вдали от семьи и близких, но ждет выздоровления и возвращения домой. Спасибо! Спасибо! Элла Шахова, Антон Дурнов, Вести Ульяновск. Не только модно, но и полезно. Необычная акция прошла сегодня в областном перинатальном центре «Мама». Возможность прикоснуться к внешнему миру еще не родившимся малышам подарили при помощи красок и кистей. О том, что уже чувствуют будущие дочки и сыночки в репортаже Яны Федорищевой. Девочки, вам нравится? Да. Ярко тогда. Их малыши еще не появились на свет, но уже знают, что такое настоящий праздник. С конкурсами и подарками, песнями и трогательными поздравлениями. Я тут лежу пять дней. Скучновато, конечно. Это такой праздник. Традиционный праздник в день защиты детей. Для будущих мам каждый год разный. Палитру первого летнего дня начинают наполнять еще зацветающей весной. Мне очень приятно. Он пинается вон. Никаких эскизов и подготовки. Вот она, изюминка нового года. Идеальный фон для этого художника – беременный живот. У меня в отделе есть две совсем молодых мамочки, которые только недавно родили своих малышей. И именно с ними мы в первую очередь и советовались. И как со специалистами, и как с будущими мамами. Кого ждете? Мальчика? Девочку. Девочку? Сильно написать цветочки яркие. Загадочное и манящее искусство по телу. И кажется, будто рукой мастера управляет сам малыш. Бывало такое, что прям сильно пинается. А там какой-то очень тоненький рисунок. И тяжело провести было тоненькую линию. Искусство мимолетное до ужаса. Боится воды. После душа следы аквагрима останутся лишь на фотопленке. Яна Федорищева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Музыкальный вкус с малых ногтей. Новый детский сад будет раскрывать творческие стороны своих воспитников. Современный дом для Дашкаля торжественно открыли в Засвияжье. Рады дети, рады родители. Этот жилой микрорайон разрастается буквально на глазах. Открытие нового детского сада здесь настоящий праздник. Мы очень хотели попасть именно в этот детский сад. Потому что он очень находится близко к дому. Можно сказать, мы его видим из окна. Не зря назвали бременские музыканты, потому что какие-то музыкальные наборы, инструменты что-то приобрели. Все новое, все красивое, все современное. Очень даже рады. И завтра мы идем первый день. Кроме современного фортепиано, садик приобрел различные музыкальные инструменты. Играть на них могут даже малыши. А там и до создания собственных творческих коллективов недалеко. У нас сегодня дети поются. Это наше оборудование, приобретенное на подальше застройщикам. И дети будут заниматься вокалом. Это современный архитектурный проект «Билдинг-сад» или «Сад в доме». Он занял два первых этажа в новостройке. Чем этот проект уникален? Во-первых, он безопасен для детей. Безопасен. Въезд в наше дошкольное учреждение автотранспорту просто запрещен. Потом попасть в наше дошкольное учреждение свне просто невозможно, если ты не имеешь электронный ключ. Продуманные о безопасности внутри помещения. Полы каждой детской группы устланы мягким покрытием. Аналогично защищены углы стен. В этом саду также планируют развивать детский туризм. И для этого очень пригодится спортивное оборудование. Сертификат на него подарил глава региона. В настоящее время строятся два новых детских садика в Ульяновске. А также детский сад в селе Сосновка Корсунского района. И готовимся ввести их в строй уже в этом 2021 году. А в бременских музыкантах своих талантливых воспитанников встречают уже сейчас. Я завтра пойду в садик играть. Илла Шахова, Дамир Губиев, Вести Ульяновск. Безопасной должна быть дорога к школе. Общероссийский народный фронт добивается этого в Ульяновской области. Активисты ОНФ перед днем защиты детей проверили большинство учебных заведений. Внимание они обратили и на детские сады. Замечаний достаточно и у ответственных лиц есть время на исправление. Первый маршрут и первые замечания – дорога. В школу-интернат «Улыбка» омрачает сначала полуразрушенный канализационный люк, следом и разбитая дорога. Но здесь и проблема трехлетней давности. Отсутствует дополнительное освещение. А ведь каждый день в это учреждение на занятия спешат более ста детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые из них передвигаются на инвалидных колясках. Так как у нас обучаются дети особенные, и поэтому хотелось бы создать для них определенные условия. Дорога к школе обещает стать безопасной. Ситуацию на контроль взял начальник профильного ведомства. Сейчас мы проведем мониторинг, определим стоимость. И в кратчайшие сроки, я думаю, как я уже сказал, до начала учебного года мы здесь все устраним. Скорейшего устранения коммунальной аварии требует и дорога на Рябикова. Еще в марте здесь провалился грунт, оголились теплосети. И запретительные знаки порой не останавливают даже взрослых. Под ручку с детьми они без страха проходят по самой опасной зоне. Асфальт проваливается и на пешеходной дорожке. Безопасные маршруты. Для этого и существует акция ОНФ, которая проводится ежегодно, мониторинг безопасного маршрута, чтобы дети спокойно, без всяких проблем могли дойти в школу. И сегодня мы видим эту ситуацию, которая никак не вписывается. Все замечания направлены в профильные министерства. В центре внимания опасные переходы, открытые люки, заброшенные строки и освещение. Свой сигнал в штаб ОНФ может отправить каждый. Работа показывает и положительные стороны. Дорога к знаниям становится безопаснее. За последние годы установлены пешеходные переходы к 83-й школе. Около 13-й гимназии отремонтированы тротуары. А возле других учебных заведений появились дорожные знаки и разметка. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. И сегодня на улице Рябикова появилась спецтехника. Ульяновск водоканал меняет на данном участке трубопровод. Однако, как пояснили специалисты, работа осложняет грунтовые воды и старые конструкции. Во время ремонта обнаружили заброшенный колодец, который затапливает вода, что и приводит к обвалу грунта. Провести герметизацию труб поручили специализированной бригаде. Работа растянутся как минимум на две недели. Тысячи километров по Волге и ее притокам пройдут паромы памяти. Они вышли из своих домашних портов 15 мая. Сегодня уникальный водный музей инженерных войск пришпортовался в Ульяновске. Паромы памяти стартовали сразу из двух городов. Из Мурома и из Уфы. За 28 дней сплава они пройдут по Волге и ее притокам тысячи километров. Маршрут проходит через десятки городов. Одна из остановок в Ульяновском речном порту. Паром длиной более 117 метров. Это полноценный музей на воде. Новейшие образцы средств инженерного вооружения соседствуют с оснащением советских времен. Особый интерес вызывает выставка у моряков-ветеранов. Я как будто прикоснулся к молодости. Нам как подводникам знакомы и эти костюмы в том числе. Одно дело работать в таких костюмах или в их современных. Конечно, есть существенная разница. Техника новая, но уже поставлена в инженерные войска. Роботехнической коброй можно управлять из кабины мобильного комплекса разминирования. Радиус работы сотни метров, а значит жизнь сапера в безопасности. Все новинки, которые предоставлены, они у нас опробованы в определенных местах. То есть показали свою положительную работу. Вместо металлических касок появились доспехи из уникальной полимерной ткани – кевлара. Новые костюмы защищают сапера полностью и выдерживают взрыв до двух килограммов тротила. Шестой класс защиты. Все в обвесах. В целом говоря, в общей сложности 70 килограмм. В состав групп разминирования также входит автомобиль на базе УАЗ «Патриот». Он оборудован специальным ящиком капсулы для перевозки взрывчатых веществ. Также транспорт оснащен всем необходимым оборудованием для работы инженера-сапера. Такой транспорт позволяет не только обезвреживать взрывчатку, но и перевозить ее к месту уничтожения. В пути экипаж пробудет 28 дней. Из Ульяновска паром памяти поплывет в Самарскую область. А после финишная прямая до Волгограда, где в годовщину со дня начала Великой Отечественной войны на Амамаевом кургане пройдут памятные мероприятия. Артем Петров, Михаил Державин и Илья Рябов. Вести. Ульяновск. И далее о погоде. У меня на этом все. Приятного вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин